Шалом, дорогие друзья! Слава Богу, евреи всего мира начинают сейчас изучать новую книгу пятикнижия, книгу Шмот, главу Шмот. Написано в святых книгах, что когда начинают изучать что-то новое в Торе, то есть новые хорошие вещи, которые приходят к людям. Человек может посредством своего изучения Торы, посредством своего праведного поведения, свои чувые раскаяния пробудить новые позитивные влияния с небес, которые приведут его к большой удаче во всех жизненных аспектах. В нашей недельной главе мы читаем о назначении Мошер Абейну главой еврейского народа. Начиная с этого момента и до конца странствий попустей. А знаете, как Мошер доказал, что он по-настоящему достоин быть лидером еврейского народа? Рассказывает Медраж, что однажды из стада убежал ягненок, и Мошер погнался за ним. Догнал и обнаружил, что ягненок жадно пьет из источника. Сказал Мошер, я-то думал, что ты хотел сбежать, а ты просто хотел пить. А теперь ты еще устал от бега? Что сделал Мошер? Поднял его и на плечах отнес в стадо. Увидев это, сказал Всевышний, если ты настолько милосерден к овцам, принадлежащим людям, значит, будешь милосерден и к моим овцам. Вот такой пастух мне и нужен для народа Израиля. Давайте вдумываемся в поведение Мошер. Сразу возникают два вопроса. Первый. Почему он не наказал ягненка? И второй. Почему он взял ягненка на плечи, вместо того, чтобы погнать его палкой до стадо? Ответив на эти вопросы, мы поймем очень важный урок о коммуникации с детьми, близкими людьми и даже с самими собой. Итак, Мошер погнался за ягненком, так как должен был вернуть его хозяину. Ягненок поступил плохо. Ни с того, ни с сего взял и убежал, даже не предупредив пастуха, не показав ему никакого знака. На первый взгляд, такое поведение достоинно наказания. Что делает Мошер? Он не ловит ягненка сразу. Он бежит за ним, следит за ним и старается понять, что же хочет этот ягненок. И вот ягненок достигает источника воды. Мошер понял, куда бежал ягненок. И он говорит, прости, ягненок, я не заметил твою потребность, не заметил, что ты хочешь пить. Напился? Я вижу, ты устал от бега. Поэтому давай я тебя сейчас донесу до стада. Мошер понял, что двигало ягненка. Понял его потребность и дал ему то, что ему нужно. В следующий раз, когда ягненок захочет пить, ему не надо будет никуда бежать. Мошер сразу заметит его потребность и удовлетворит ее. И даже если мошер не заметит, что ягненок хочет пить, сам ягненок уже укажет ему на свою потребность, такому чувствительному пастуху. Что мы учим из этого, дорогие друзья? Когда ребенок ведет себя неподобающе, не торопитесь его наказывать. Вначале поймите его. Поймите, в чем его потребность. И дайте ему эту потребность. Дозволенным путем. Кошерным путем. То же самое и с близкими. Прежде чем осуждать кого-то, поймите, какая потребность стала мотивом его поведения. Почему он так себя повел. Понимание этого уже вас успокоило. И по возможности, помогите ему эту потребность получить. Таким образом, вы получаете целых три приятных бонуса. Во-первых, делаете хэсэд, добро, тем, что помогаете человеку получать желаемое кошерным путем. Во-вторых, пробуждаете в его сердце любовь к себе. И в-третьих, сами начинайте больше любить его. То же самое и с самими собой. Предположим, вам захотелось сделать что-то запрещенное Торой. Не торопитесь. Спросите себя, какая потребность лежит в основе этого желания. И найдите способ удовлетворить эту потребность кошерно. Удачи вам в этом всем. И будьте счастливы.